Урок шестой. Сегодня поговорим про материалы или текстуры, как их обычно называют, и научимся добавлять свои скайбоксы в SFM. Перед этим разделим понятия. Текстура – это составляющая материала, чаще всего под ней подразумевают слой, придающий объекту цвет, но в целом ей можно называть любую картинку в материале. Материал – это совокупность многих слоев, включающих в себя текстуры. Эти слои, в свою очередь, определяют, как на модель падает свет, какой у нее рельеф, свечение и многое другое. Итого, материал – это пирог из многих слоев текстур, каждый из которых содержит в себе свою функцию. По плану у нас – как выгружать и видоизменять материалы моделек из доты, как создавать свои материалы, как делать красивые скайбоксы самостоятельно. Итак, у нас есть моделька баннера. Мы знаем ее название и хотим заменить на ней текстуру. Чтобы это сделать, текстуру сначала надо выгрузить. Для этого скачиваем и запускаем VRF Viewer, чтобы иметь возможность залезать в файлы доты. Нажимаем «Открыть» и вот в этой директории открываем файл pack 0.1.3.0. Нажимаем «Найти» и вбиваем название нужной модели. Нас интересуют файлы с типом vmdl нижнее подчеркивание c. Нажимаем на нужную модель правой кнопкой мыши и жмем «Decompile and Export». Выбираем, куда сохранить модель. Бинго! То, что мы выгрузили – обычные картинки формата .png. Для основы работы с материалами в SFM нам достаточно два типа слоев. Color, непосредственно цвет объекта и Normal Map. Первая выглядит почти так же, как то, что будет на модели. Вторая – голубой с оттенками фиолетового квадрат. Теперь Color мы можем закинуть в любую программу для изменения картинок. В нашем случае Photoshop. И налепить на него что-то, изменить цвет и вообще все, что мы захотим. Как закончили, сохраняем наше творение. Нам удобно через Ctrl-Alt-Shift-S. Лучше всего сразу сделать это по вот этой директории, чтобы потом не терять наши слои. В эту же директорию сразу закинем и Normal Map. Теперь нам нужно создать новый материал. Заходим в Material Editor. Создаем новый материал. Сразу же нажимаем Ctrl-S и даем материалу название. Material Editor не слишком дружелюбная для работы с материалами программа. Сейчас мы покажем вам самый простой путь к тому, чтобы сделать обычный материал. А если вы хотите отдельный гайд по этому инструменту, дайте об этом знать в нашей телеге. Ждем вас. Material Editor состоит из трех основных блоков. Настройки типа шейдеров и слотов под разные слои материала, а также определенных свойств материала вроде возможности его деформации при включении чекбокса Morph Supported на шейдере героев. Непосредственно слои и инструменты, чтобы ими манипулировать. И предпросмотр итогового результата. Для начала у нас есть только слой Color. Чтобы его поставить, нажимаем на папочку и указываем путь к нашей новой текстуре. Если файл не отображается, разрешите проводнику показывать все типы файлов. Получилось! Давайте проверим, правильно ли легла текстура. Для этого в блоке предпросмотра нажмем на человечка и выберем нашу модель. Отлично! Теперь добавим Normal Map. Для этого нажмем галочку в блоке с настройкой шейдеров и загрузим слой так же, как в прошлый раз. И у нашей текстуры появился рельеф. Своеобразная иллюзия глубины. Видим на модели проблему. У нас черный цвет там, где вообще не должно быть ничего. Эта проблема решается маской. Давайте научимся делать ее сами. Возвращаемся в Photoshop. Внимание! Сейчас вы раз и навсегда поймете, как работают маски в любых программах. Допустим, вам нужно, чтобы на текстуре одни области отображались, а другие нет. Чтобы это реализовать, берем абсолютно белый цвет и красим ту область, которую мы хотим видеть. А то, что мы не хотим видеть, красим черным. Белым будет отображаться, черным не будет. Серым в этой области текстура будет непрозрачна на 50%. Ближе к черному меньше видно, ближе к белому больше видно. Аналогия тут простая. Чем темнее в комнате, тем меньше мы видим. Зная, как работает маска, мы объединяем в Photoshop все наши слои, выделяем через Ctrl слой, который мы хотим видеть и закрашиваем его белым. Теперь я создам еще один слой под белым и целиком закрашу его черным. Сохраняем все как обычно. Возвращаемся к нашему материалу и добавляем блок альфа-тест. Туда грузим нашу маску. Получилось. Однако на нашем логотипе почему-то неправильный рельеф. Это происходит из-за того, что мы наложили на объект старую нормал-мапу. Как спасение можем использовать онлайн-создание карт нормалей. Результат будет далек от идеального, но как быстрое решение пойдет. Теперь еще раз сохраняем текстуру и бежим накладывать ее на модель. Возвращаемся в SFM, нажимаем ПКМ по модели, Untitles, Replace Materials on Models и выбираем наш материал. Победа. И, видимо, опять не до конца. У баннера куда-то пропали ножки. Это происходит из-за того, что на одну модель может накладываться сразу несколько материалов на разной ее части. С такими моделями придется повозиться. Их нужно выгрузить через модул-эдитор. Загрузить обратно через старый модель-эдитор. Добавить там второй материал ремап-листа. На каждый накинуть свой материал. Материал держателя мы до этого выгружали вместе с моделью. Вот так, на примере одного баннера, мы научились базово работать с материалами моделей в SFM. Под конец, вкусное и простое. Научимся делать свои скайбоксы. Для начала скайбокс надо найти или сделать самостоятельно. От обычных текстур он не отличается, все та же картинка. Сайтов с ними полно, нам нравится Polyheaven. Скачиваем любой скайбокс. Он может быть в странном формате, не пугайтесь, SFM может скушать и его. При этом ничего не мешает нам видоизменить этот скайбокс в фотошопе и выгрузить как обычную PNG-шку. Теперь создаем новый материал. И выбираем ему шейдер Sky. Грузим текстуру в единственный для нее слот. Сохраняем, и теперь мы можем найти этот скайбокс при добавлении нового. Наслаждайтесь! Всем спасибо за урок, задавайте свои вопросы в комментариях и нам в Telegram. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok